Друзья, посмотрим, что тут у нас. Кстати, не все знают, что брусов фермеров не бывает. Вот, этот фермер, который перед вами, которому сожгли сад, не мог физически обработать 1650 яблонь. Это одно из моих величайших открытий. Треть сада успевал, калечил, резал, а когда не было времени, кого-то нанимал, значит, заподлицо на эту самую, на кольцо, обрезка на кольцо. Вторая треть сада, помощник, чистый, стопроцентный бич, бомж. Вот, своя норма была у него, пайка, выпивка от меня, все. Невозможно было его заставить, как ни материал, отрезать на кольцо. Вот так, знаете, идет, режет. Оставались вот такие пенечки, вот такие, вот такие, вот такие. И последняя треть сада, не у меня, не у меня, 1650 деревьев. А приказано там кучу веток отрезать. Вот это самое страшное, что они три ветки отрезали, трёхнули, пошли получать их среблянники. А я же смотрел на их деревья, у меня же глаз-то набитый, не подбитый, а набитый. Вот. Я иду, не иду, а смотрю на их же, в эти самые, съёмку, и вижу, что на этом дереве надо штук 100 отрезать. Она-то три отрезала, а дальше и так далее. На этом 50, на этом 200. Речь идёт о деревьях, которые там два человеческих роста, но свешаются до веток. Нет, ещё надо становиться на стремянку и продолжать резать сотую ветку, двухсотую, трёхсотую. А у неё мозгов-то нет, что она-то деньги заработала, а что кто-то ведь, правда, и большинство махнёт рукой. Константинович, я не сделала обрезку весной, мне что, сад погибнет? Вот такие звонки. Теперь, пришла пора, там, где вообще ни я, ни мой этот бомж не приближались. Ну, последние, допустим, там 300-500 деревьев. Выражающие, всё. Там, где я обрезал деревья, а у нас как в 2001 год такой мороз ударил. Там неделями стояло за 40, только ещё я не знал, сколько именно. Я же ещё умудрялся на заводе работать. И вот, получилось, сад как поделился на три части. Там, где погибли в основном там, где были обрезка на кольцо, там, где были подрезаны, выжили, слава Богу. Но были тоже много мёртвых. Там, где мы не прикасались деревьям, там всё было хорошо. И вот это вот мой эксперимент на 1650 яблонь. В то время, а возраст у них был примерно лет 8. И вот этот, сейчас скажу, в 91-м, 92-м давали землю, 93-м взял. Ага, где-то примерно 8-й год жизни. Это случилась страшная беда, страшная трагедия с этими морозами дикими. Вот так вот я провёл эксперимент на 1650. А вы эти, девяйцы, вам хватило школьного учебника? Там, где надо не школьного, а институтского учебника? Ну ладно, всё, вы поняли, что я не шучу? Вы поняли, что я знаю, о чём говорю? Итак, Сафронов, Ольга. Там всегда смотрю, встречаются и эти, а встречаются совершенно незнакомые фамилии. Так. Елена Матвеева, ну уж. Вы сами должны это самое, читать уже лекции. Всё, хватит железовым ссываться. Сами-сами, всё. Вы уже выросли, переросли все этих. Вы знаете, это самое, вот этот вот вебинар эти, их 120, сегодня 129-й, да? У нас двух частей, поэтому это вторая часть. Вот. Их надо назвать и это самое, курсы по повышению квалификации, платить мне как преподавателя. Ведь то, о чём мы говорим, не знает ни один выпускник, как бы они там нос не задирали. Так, Лабасова, Забелина. А вот она, попалась, Ольга. Так, вы мне всё расскажете. Я должен знать, закапывали, полузакапывали. Как оказалось, сколько времени замачивали, я тоже должен знать, я всё должен знать. Вот. Так, Матвеева, Марина. Ну, всех не ухватывает взгляд. Тоня, привет. Вот. Господи, какие у нас люди, если бы вы знали. Она нам сейчас от этого, краснеет от того, что я говорю. Это выдающийся человек. Таких сейчас практически нет в стране. Ведь уже было объявлено. Вы думаете, хоть одна школа, хоть один учитель-биолог поддержал. И самое страшное, если вы так одна и останетесь. Прогремят фанфары. Уехало телевидение. Кто-то засветился. И всё на этом. Ну, Марина, и вы тут. Сегодня у нас это, день свиданий. Привет, Марина. Вот. 12 тысяч этих ждёт своего часа. 12 тысяч этих сыновых. Вот этих вот брошюр. Вот где мои деньги. И вот где мои знания. И сад сгоревший, знания. Вот. Этот сад, который сгорел, он мне столько дал наблюдений. Это каждое дерево, я садил тысячами. Там же питомник был. Каждое дерево разглядывал. Я видел, что творится. Вот. А потом я начал учить других. Так, поехали. А, ещё дочитаем. Молицкая тоже здесь. Ух ты. Оля, привет. Так. Кто у нас с Еленой? Ни за что не догадаюсь. А парень. Ох, все. Всё-то сегодня у нас день свиданий. Всё-всё-всё это самое. Вся наша гвардия. Чуть не сказала старая. Вроде всё-то молодые, но гвардия старая. 10 лет, кто со мной общается, 15, это, считай, уже. Это уже гвардия. Так, поехали. Юрий Морозов поубевал больше 40 деревьев. Молдова сада здесь 10 перчиков, 20 абрикосов, 10 вишен. Серешен саду хана. Остались только семечковые. И то, столики, стволики, наверное, скорее всего, всё делать заново. Ужас. Так, Юрий, Юрий, кто же у нас Юрий-то? Но это не железо, Юрий. Тут надо разбираться. Кстати, это Юрий, чьи, чьё всё это? 40 деревьев, откуда они? Ну, перчики, ладно, для них это нормально. А вот абрикосы, вишни, черешни. Так, черешни точно не мои. Вишни мои погибнуть невозможно. Откуда дровешки? Ну, а, забыл написать. Я из Самарской области. Ну, какой мороз из Самарской области? А хотя, кто, много я знаю. Сейчас климат меняется. Так, Железов, всем привет. Шостак, добрый день. Опарина Москва, плюс 15. У нас тоже сегодня было больше 10. Добрый вечер. У меня абрикосы, все живёханьки. Я из Нигур-Городского. Вы каждый раз пишите, ваши живёханьки или со стороны живёханьки. Я хотел бы, чтобы это были мои живёханьки. Слаб человек, слаб. Православный, Христос, Воскресе. Воистину, Воскрес, Влад. Остальным привет. На грядках, кроме груш-яблой, ничего растения не хочет. Холодно, ждём тепла. Новгород, Нижний Новгород. Ну, я не раз упоминал, это в Новгородской области, где, чёрт тебя знает, там, ну, конечно, там, те края, фашистов заморозили. А посмотришь по этому, по широте, у вас, это, чуть ли не Африка, непонятно. Сызрань, Здравия, 24. Чего хорошего, что 24. Завтра минус, ну, 5, и всё, и без выражая останетесь. Я каждый день молю, чтобы был минус. До сих пор я хочу, чтобы минус был, только от меня не зависит.